Назвать Мурат. Мурат? Да. Да я могу уйти Мурат, в принципе. Не, не, просто скажите, что это когда-то. Так, в принципе, потому что Мурат, получается, не ваше имя, а что я буду называть человеком. И это если очень сложное имя, то да. Так, и у вас, смотрите, у вас сейчас скайп, сейчас скажу, по-моему, потормаживает, да? Ну, сейчас еще посмотрим. Проверим. Так, угу. Где Мурат, да? Или просто Мурат? Ладно, Макири. Мурат. Как хотите. Так, степень заикания, Мурат, какая, то есть, получается? Где сложнее говорить, где легче, с кем легче? Ну, с друзьями легче, ну, с родственниками и незнакомцами уже. Сослажнее. А насколько легче? Бывает такое, что ты вообще, там, приду, ты хорошо. Бывает такое, что ты вообще можешь низвекаться, там, какое-то время, там, например, с родственниками? Нет такого еще. Нет, не было. Не было такого? Да, ну... Так, ага. А сам собой, когда говоришь, в принципе, дома, когда просто в четырех стенах находишься один на один, пробовал так, в принципе, заикаешься, нет? Нет, не заикаешься. Вот, здорово. Значит, в принципе, может быть такое, что ты можешь не заикаться. Да. Вот. Только с родственниками что-то у тебя не получается, даже, там, не знаю, с мамой, с папой, с братом, то есть что-то. Ну, да. Есть. Ясно. Ну, так, почитай что-нибудь, там, книжку, может быть, какую-то, в принципе, вижу степень. Книжку ничего. Можно я там принесу из другой комнаты? Да, можно любую литературу, даже этикетку на шампунь. Хорошо. Я сейчас вернусь. Сейчас мне бабар, баба, 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 баба. Брат принесет. Ясно. Да. Так. Пам, пам, пам. Что-то хотел спросить, вылетел из головы. Так, ну, а сейчас пока мы тебя проверим. Угу. А вот, слушай, ты русский язык понимаешь хорошо, да? То есть это самое важное, чтобы ты русский язык понимал хорошо, потому что здесь будут объяснения, графики, таблицы, схемы какие-то, то есть у него будет информация, видео, аудио. Да. Да, если будем заниматься, то есть как бы надо будет русский понимать хотя бы, но если не очень хорошо, то он не хотел понимать его на нормальном уровне. Ну, я буду там стараться пересказывать, что другими словами, но не все это очень сложно. Хорошо. Тогда я начинаю читать. Да. Да. Николай Васильевич Гоголь родился в семье небогатого помещика в Полтавской губернии. учился в училище, потом в Нежинской гимназии, одном из лучших учебных заведений того времени. здесь проявилась художественная одаренность Гоголя. Он занимается музыкой. Спасибо. По одному-два слову просто пересказываешь, там читаешь и пересказываешь, собственно, небогатого источника. Ну, то же самое текст, просто вот такой. Читаешь и пересказываешь. Ну, вот, как я там делаю. Техника быстрого чтения, эффективный метод для ускорения чтения более. То есть, запомнил, да, там одно-два-три слова, их отвернулся и пересказал. Как в жизни, да, когда мы не читаем, а если читаем, то есть память. То есть, мы говорим обычно не подглядывая в источник. Ну, процент 90 или больше нашего общения. После гимназии Гоголь отправился покорять Петербург. Он мечтал о юридической карьере. Но потерпев, неудачно. Посложнее, да? Неудачно читая, да? Сложно. Посложнее будет, чем читать, но это неудивительно, да. Потому что это ближе к речи. Потому что чтение, ты хотя бы можешь сцепиться за какие-то буквы и более-менее по ним звуки. То есть, сообразить какие-то надо делать. А вот в этом, да, получается. Ну, это у всех так получается практически. Потому что читать одно, а пересказывать. То есть, на память там по одному-два-три слова, это уже сложнее. начинается более сильный ступор. Так, русский знаешь хорошо. Дальше. Дальше попробую попересказывать. Первая книга писателя «Вечера на хуторе без диканьки» была высоко оценена и читателями, и критиками. Герои вечеров. Красивые, веселые, бесстрашные. Наши гордые, прекрасные девушки. В их мире добро побеждают за зло. Тарс торжествует, как красота и зубы. Я понял примерно степень. Становление литературы, отражающие особенности исторического периода, конца 19-го, начала 20-го века, проходило на фоне острой эстетической борьбы. Множество идейно художественных течений, предопределенных многообразием общественных сил, выступавших против самодержавия. И в напряженных исканиях крупных художников, в основе идейной эстетической платформы. К каждого течения лежало отношение к революции. Лежало отношение к революции. Ее целям и движущим силам в эпоху общественного подъема 1890 года, начала 1900-х годов, новые качества приобретает критический реализм, по-новому ставящий тему личности и среды, искусства и жизни. В судьбах человека усматривалось отражение судеб общества. Усиливалось активное, эмоционально оценочное отношение автора к действительности. Нравственным камертоном в русской литературе оставалось творчество Льва Николаевича Толстого. Важнейшей вехой в развитии литературы явилась революция 1905-1907 годов. Но уже в 1900-е годы основным пафосом всей литературы стало ощущение обновляющейся России. Углубляется социальная критика в творчестве Чехова. Все более напряженно звучит в его произведениях мотив ожидания будущего. Новые черты проявляются в эстетике Короленко. Примета героического он усматривает теперь в самой действительности, возвещая о пробуждении народного сознания. Революция усилила социально-хитические тенденции в творчестве Куприна. Поединок. Гамбринус. Только в начале 20 века были оценены результаты русской мысли 19 века и подведены итоги. Но сама проблематика мысли в начале 20 века очень усложнилась. И в нее вошли новые веяния, новые элементы. В России в начале века был настоящий культурный ренессанс. Только в начале 20 века критика по-настоящему оценила великую русскую литературу 19 века, прежде всего Достоевского и Толстого. Духовная проблематика вершин русской литературы была усвоена, ее прониклись и вместе с тем произошло большое изменение, не всегда благоприятное по сравнению с литературой 19 века. По определению русского философа Николая Вердяева исчезла необыкновенная правдивость и простота русской литературы. Модернистская литература начала века. Наряду с реализмом в русском искусстве конца 19 века возникает идейно-художественное направление, программно отказавшееся от традиций русско-освободительного движения, философского материализма, реалистической эстетики, декаденства или, в другом определении, модернизм. В рамках этого направления складывается определенный тип сознания, отношение к миру и человеку, отразившись в духовных и сообществах начала человека. В основе большинства течений модернистского направления лежит представление о непознаваемости мира и закономерности его развития. Единственным критерием познания признавался внутренний духовный опыт. Первым и наиболее значительным течением этого направления в литературе явился символизм. Русский символизм воспринял от западного многие философские и эстетические установки. Он продолжает бежать дальше. Показывает лес. Мужчина все еще бежит. Он остановился. Начал что-то говорить в камеру. Он начал делать зарядку. Это все происходит в лесу. А точнее в парке. Показывает какого-то старика, занимающегося гимнастикой. Какая-то женщина начала что-то говорить в камеру. Показывает название телеканала. Диктатура диплом. Дипломатический директор. Дирижер дисциплины. И чарлина. Длинный литер. Длинный литер. Добавить добавление. Добавить добиваться. Добро добровольно. Добровольно добывать. Добычу доверить. Доверить. Доверять. Довести. Доводить. Довольно довольны. Догадаться догадаться. Догнать договариваться. Договор договориться. нагонять доезжать на другой звук как-нибудь календарь каменный камень камера камушек канал кандидат каникулы капитал капитан капелька капля капуста каравай карандаш карман карты картина 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 картофель карточный куда по три слова пробу где то есть можно помнить касаться касса каструли катание катастрофа кататься майский маг магов да теперь смотри просто бери книжку и там может даже другую книжку какую-нибудь соли домашнюю и посчитай пока просто посчитай современном мире существует и оказывает огромное влияние на умы и поступки людей разнообразные идеи и диалоги каждый из идей или идеологий отображает интересы определенных рук общества или же всего общества в целом общее что объединяет все существующие идеологии это попытка распространения всего своего влияния на как можно большое число людей в истории известны такие формы антигуманных идеологий как анархизм шовинизм фашизм многие из которых определенные силы пытаются возродить нашими одно из крайне реакционных и агрессивных людей получивших новое идеологическое обоснование нашими стала идеология неофашизм сторонники этой диалоги во многих странах уступают за возрождение фашизма установление мирового способ использования вооруженные первые террор как разно как разновидность этой идеологии стали возникать различные объединения пропагандирующие культ насилия террора для стран азиатского региона особую опасность представляют идеи пони исламизма и религиозного фанатизма сторонники идеи пони ислами сторонники идеи пони исламизма выступает за объединение всех мусульманских стран объясняет общее общественностью религии культуры традиции так далее фанатизм это состояние человека который заставляет его слепо верить в какую-то идею часто фанатик не ограничивается своей личностью и старается навязать ее окружающим борьба за владение сознанием миллионов людей особенно подстрелись в наши дни процесс глобализации изменяющий высокими темпами весь мир расширяет свое влияние на мировое сообщество в книге высокая духовность непобедимая сила президент ислам каримов пишет что глобализация это непомерное ускорение жизненного темпа при этом глобализация имеет положительные негативные стороны в качестве хорошо достаточно теперь пересказ идет по несколько раз точнее по одной фразе по два-три слова сейчас пропагандируется не фашизм не пересказ мысли идет у тебя вот из текста например смотришь да там и так же считаю что пересказываешь там по одному два три слова однако в настоящее время процесс глобализации в качестве идеи в качестве средства идейного влияния служит политическим интересом различных сил различных сил посредством него к нам проникают различные чуждые взгляды и идеи что может привести к предвиденным негативным последствиям военно-экономическое политическое давление можно видеть чувствовать и предотвратить тогда почувствовать и предугадать предугадать куда спешишь сразу удобно спешить предугадать предугадать идеологическую угрозу ее последствия ее влияние и последствия не всегда возможно не всегда возможно так теперь просто посчитай словарика слова Костя 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 да просто считай на меня внимание обращать алло Костя пава павлин павлин падать падеж падение пазу пакет палатку палец палуба палуба пальто палит пальчик память память папа пара пара парашют парок матерская пар支 паравоз пара пароход партер партийный партия парус паршивый парface пасмурно пасмурно паспорт пассажир пассажирка пассажирский. Пассивный. Пассивный. Пасти. Посту. Пасх, патриот. Патриот. Патриотический. Патриот. Пауз. Пауз. Не спеши. Нет. Если тебе удобно спешить. Пахнуть. Пачкать. Пачкать. Певица. Пена. Пене. Пенсия. Пенька. Пенька. Как тебе удобно. Не тратой пока. В принципе, это потом по настроению и пожеланию будет, когда ты базу сводишь. Первенство. Первый. Перебивать. Перевести. Перевернуть. Перевертывать. Перевести. Переводить. Перевод. Переводить. Переводчица. Переводчик. Переводить. Переводить. Да, хорошо. Другой звук. Следующий. Раб. Раба. Работа. Работать. Работник. Работница. Рабочий. Рабыня. Равенство. Равнина. Равнодушный. Равнодушный. Равномерный. Равноправие. Равный. Рад. Радио. Радиостанция. Радиост. Радовать. Радоваться. Радостный. Радость. Радуга. Радуга. Радовать. 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 развернуть развести развивать развить 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 Развить. Развиться. Развод. Побольше слов подгружай. По два-три слова. Развязать и развязывать. Разговаривать, разговор. Разгружать. Разгружать и расставаться. Раздеваться, разделить. Разделиться, раздеть. Раздеться, раздражать. Раздражение, разделись. Различаться. Различиться. Различиться. Размер. Разница. Разновидность. Разнообразность. Разный. Разоблачать. Разобрать. Разобраться. Разоружение. Разоружить. Разоружить. Да, где-то вот три слова, если они простые, если ты можешь запомнить. Разрезать. Разрезать. Разрешать. Разрешать. Разрешение. 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 Разбить. Разрушить. Разрешение. Машина взорвалась. Все удивлены. Один человек достает рацию из кармана. вертолет взлетает и поворачивается мужчина меняет роль машины он куда-то едет куда-то едет едет он резко тормозит полицейские машины ударяются друг от друга машины ведет погоню за вертолетом покажет какого-то мужчин коллег садится на мотоцикл так теперь перескажи то что ты увидел я видел вертолет некоторых мужчин которые общались по телефону я видел погоню и карлик на мотоцикле гнался за какой-то машины какой-то машины он сначала начал бить машину ногами потом спрыгнул с мотоцикла на крышу машины затем он попытался сломать окно вот у него не получилось и у нас летел с машины все